Ярмарки сельхозпродукции проводятся в Ленинском районе традиционно весной и осенью вот уже более 15 лет и всегда пользуются большим спросом у жителей. За последнее время, несмотря на то, что некоторые сельхозпредприятия перестали относиться к нашему району, их участие в ярмарках продолжилось, так как это им интересно и экономически выгодно. На днях в городе Видное проходила первая из шести весенних распродаж сельхозпродукции, на которой побывала и наша съемочная группа. 15 марта на советском проезде города Видное проходила первая в этом году сельскохозяйственная ярмарка. Видновчане ждали ее с нетерпением, так как уже привыкли покупать здесь определенную продукцию. Местные предприятия агропромышленного комплекса, колхоз Владимира Ильича, АПК Воскресенский, Московский, Институт садоводства, а также приглашенные хозяйства из других муниципальных образований Подмосковья, Рязанской, Липецкой областей предлагали посельчанам различные товары. Проходя по ярмарке, можно было наблюдать торговые точки с богатым ассортиментом и очереди покупателей практически у каждой машины. Очень ждали. А что покупаете? Ну, покупаем продукты, покупаем, если что-то нужно, и там покупаем промышленные товары. С прилавков машин торговали весенней зеленью и овощами от московского. Посельчане покупают такую продукцию с удовольствием, ведь она выращена на собственных полях, и это лучше, нежели товары зарубежных представителей. Из окошка Института садоводства торговали саженцами и сортовыми семенами овощей и цветов. А любители живого молока выстроились в очередь у привозной бочки. Покупатели смогли по достоинству оценить качество овощей, открытого и закрытого грунта, мясной и молочной продукции. Что предпочитаете покупать на ярмарке? Ну, овощи, фрукты, молочные продукты. Всегда тянет на ярмарку в первую очередь, а уж потом по магазинам. Несомненно, покупатели привлекают и приемлемые цены на ярмарке. Цены значительно ниже, чем в розничной торговле. Как вы знаете, у нас в бюджете заложены дотационные средства в размере 20% от розничной цены. Поэтому мы сделаем все возможное, чтобы продолжать эту традицию. Что касается сельскохозяйственной продукции, то, как правило, она распродается очень быстро. Полностью загруженные товаром машины всего через пару-тройку часов становятся пустыми. Помимо сельхозпродукции по сельчанам на ярмарке предлагаются и товары народного потребления. Постельное белье, деревянные массажеры, корзинки для фруктов и овощей, многое другое. Шнурки – дефицит страшный. Их не бывает. Их не бывает рубашки недорогие мужчинам. Ирина – постоянный участник ярмарок. Привозит свою продукцию из Нижнего Новгорода. Домашнюю утварь, миски, сахарницы, ложки и другое делают на фабрике. Все делается из дерева. Проходит обжиг. Делает очень сложную технологию. Это живая посуда. Что у человека, когда кушать с этой посудой, не только наслаждение получает от того, что он ест пищу, но и то, что она живая, она дает положительную энергетику. Заместитель главы администрации Ленинского района Алексей Селезнев, а также исполняющий обязанности главы городского поселения Видной Александр Усков, проходя по ярмарке, общались с жителями и узнавали, насколько их устраивает организация ярмарки. Всегда совхоз Ленина приезжал. Там такая продукция была хорошая. А сейчас нету. Нравится. А еще лучше бы, если было хоть Ленинского совхоза бы. Ну что, совсем перестали их допускать сюда. У них всегда все хорошее. И картошечка, и морковь, и все на свете. Алексей Селезнев прокомментировал эту ситуацию. Мы приглашали. На три письма ответа не было по поводу участия в сегодняшней ярмарке. Люди говорят, вы его не пускаете. Не просто не пускаем, а просто приглашаем. Павел Николаевич, уважаемый, приезжайте на ярмарку в Ленинский район, в город Видное, в Расторгуево, в другие поселения. Торгуйте. Примем с удовольствием. Ярмарка – это не только покупки, а еще и праздничные гуляния. Возле кинотеатра «Искра» весь день звучала музыка. Веселой кутерьмой кружилась ребятня, участвуя в играх с аниматорами. А некоторые взрослые предавались искушению отведать свежего шашлыка на открытом воздухе.